МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Александр Базаров и сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Чебоксарах провели пробное включение фонтанов. Сегодня в половине четвертого утра в Новочебоксарске произошло ЧП. В 53-м цехе при установке заглушек на трубопроводе была зафиксирована утечка хлора. На месте происшествия оперативно сработали все службы. Но Чебоксарск сразу после аварии выехал и руководитель госкомитета Чувашии по чеизвычайной ситуации Вениамин Петров. Сегодня с утра он доложил о происшествии главе Чувашии. Авария произошла в 3 часа 30 минут. Через час в единую диспетчерскую службу Новочебоксарска поступило сообщение об утечке незначительного количества хлора, говорится в официальном пресс-релизе предприятия. Незначительная утечка хлора при установке заглушек на трубопроводе в 53-м цеху. По предварительным пока расчетам получается около 3 литров утечка. Автоматическая система сработала полностью на территории завода. Дымовая завеса была установлена своевременно. Плюс 17-я спецчасть федеральной службы противопожарной тоже выехали. Они установили два фронта завесы водяной. И тем самым заглушили полностью утечку хлора. Во время выброса пострадали 4 человека. Они почувствовали запах хлора, но не придали значения. И не предприняли никаких мер безопасности. Все поступили, все были доставлены в Новочебоксарскую городскую больницу. Одна женщина, повар, более тяжелая, находилась в тяжелом состоянии. Дала отек легкого, но помощь была своевременно оказана. Сейчас стабилизирована. Сейчас состояние расценивается как тяжелое, но обходится без искусственной вентиляции легких. Отек легких снят. Дышит самостоятельно. Все остальные пациенты тоже находятся на момент сейчас в Новочебоксарской городской больнице. Состояние оценивается как средней степени. Мы все равно оценим как средней степени тяжести. Глава Чувашии просил всей службы оказать необходимую помощь пострадавшим. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. После утечки хлора экологическую ситуацию на Новочебоксарске и столице республики отслеживает управление Роспотребнадзора. Вот что нам рассказала по телефону руководитель управления Надежда Луговская. Утром были тоже превышения по гидрохлориду от 1,45 раза превышения по ДК до 1,8 раза. Для того, чтобы концентрация была опасна для жителей, должно быть превышение в десятки раз. А у нас менее двух раз. То есть пока что это не опасно, но люди более чувствительные или с хроническими заболеваниями могут почувствовать, конечно, раздражающие действия этих веществ. Может быть, там глаза будут щипать, может быть, какое-то першение будут чувствовать в горле. А так серьезной опасности это не представляет. Свою позицию озвучило и предприятие. По данным официального сайта регионального управления ФМБА России номер 29, это федеральный орган, который официально уполномочен контролировать санитарное состояние предприятия и санитарно-защитной зоны и псилитебной территории Новочебоксарска. Содержание хлора, гидрохлорида, гидрофторида и аммиака не зарегистрировано. Последствия для населения и для объектов внешней среды и продукции сельского хозяйства отсутствуют. В настоящий момент работает комиссия, которая приступила к расследованию причин сразу после происшествия. Предприятие работает в штатном режиме. Контроль за состоянием окружающей среды на территории и санитарно-защитной зоне ведется в соответствии с утвержденным графиком. В настоящий момент в состоянии всех госпитализированных отличена положительная динамика. У двух человек анализы в норме, и они были переведены для наблюдения в профпатологическое отделение МЧС номер 29 города Новочебоксарска. По данным Роспотребнадзора, уже после обеда ситуация в Новочебоксарске нормализовалась совершенно. В данный момент никакого превышения предельно допустимых норм, ни хлора, ни гидрохлорида не зафиксировано. Ну а сегодня глава Чувашия представил нового министра имущественных и земельных отношений. Им стал Анатолий Кузьмин. В коридорах власти Анатолий Кузьмин человек не новый. С 98 по 2011 руководил Вурнарским районом. Затем работал в аппарате Госсовета Чувашия. Надеюсь на то, что будете честно соблюдать все нормы действующего законодательства, ибо нарушения, прежде всего, земельных отношений, имущественных отношений не только на уровне республики, но и на уровне муниципального образования на сегодняшний день имеются. А это одна из тем в национальной борьбе против коррупции у нас заложено. Эта должность обязывает ко многому, и в то же время дает определенные полномочия для их исполнения. И я провожу все свои силы, профессиональный опыт и энергию, чтобы оправдать ваше доверие. Работодатели, профсоюзы, органы власти. В республике подписано трехстороннее соглашение на три года. В документе подписались председатель регионального объединения работодателей Игорь Кустарин, председатель объединения профсоюзов Чувашии Совпроф Анатолий Коршунов и глава республики Михаил Игнатьев. Документ о социальном партнерстве – основной в сфере социально-трудовых отношений. На его основе строятся отраслевые соглашения и заключаются трудовые договоры. Совместная работа органов власти, работодателей и профсоюзов по предыдущему республиканскому соглашению способствовала повышению уровня жизни населения, сохранению стабильности в обществе, отметил председатель объединения профсоюзов Чуваш Ресовпроф Анатолий Коршунов. Новое соглашение предполагает усиленную работу над созданием достойных условий труда жителей Чувашии. Защита их прав в области оплаты. Также необходимо работать над созданием добросовестной конкуренции, подчеркнул глава республики. Продукты в магазинах одной и той же торговой сети в одном городском округе не должны отличаться в цене. Вот таких безобразий, конечно, не должно быть. Я понимаю, там между регионами как бы разница есть. Даже в сельских магазинах у нас практически цены на сегодняшний день примерно одинаковые, что в городе, что там, допустим, если поедем в Шамушинский или Батарский район. Мы продолжаем знакомиться с нашими земляками, участниками Великой Отечественной. Казалось бы, сколько различных историй было рассказано за 69 лет. Но до сих пор мы узнаем что-то новое, ведь у каждого была своя война. Вернувшись на родину, Василий Николаевич Недаев понял, ему здесь не рады. О работе на довоенной профессии учителя не может быть и речи. Тогда он решил уехать на Колыму, где проработал более 20 лет. Почему так получилось, узнаете из нашего сюжета. У Василия Алексеевича Недаева на памяти Великой Отечественной остался один единственный значок. А еще воспоминания, которые так не похожи на все известные рассказы о войне. 19-летний выпускник педагогического техникума в июне 41-го проходил срочную службу в Сумгаите. Потом его часть перебросили в Тбилиси, а спустя полгода в разгар боев за Крымский полуостров в Керчь. И вот я на фронте так выстрелил, четыре мины. Но на второй день у немцев появились танки. Самолеты свободно летают над нами. Нашего самолета, нашего танка я на фронте сколько дней был, не видел своего. Что против танка можно делать? Отступать. Сперва нормально отступали, а потом бегство. Это уже не отступление. Мы так вышли из города, а с нами оказ капитан. Он привел этот гражданского, который знает аджимушкайские каменоломни. Аджимушкай стал одним из самых ярких символов Великой Отечественной. Подземный гарнизон более полугода выдерживал осаду, практически не имея связи с внешним миром, при скудных запасах продовольствия и в отсутствии воды. Не имея возможности взорвать подземелья, фашисты в буквальном смысле выкуривали людей из каменоломен. Началась газовая атака. Какой газовая, я назвать не знаю. Она видна, это волнами сперва идет, бросают они по земле. Это как дым наступает. И начали выходить. Примерно солдат вышли, и я вышел. Пленных советских солдат поместили в лагерь на территории Украины. Там Василий Алексеевич встретил своего односельчанина и подговорил его убежать. А когда выйдешь, побежишь, там полтора километра лес. Если добежишь до леса, вроде надежда. Они немцы в лес ночью не пойдут. И вот мы сделали дырку. Я вышел, Петров вышел. Но он высокий, почему-то рюкзачок небольшой за спину, задел проволоку. Проволока спустилась, как телефон. А погода тихая, никакого ветра. Я вот добежал до леса. Петрова нет. И вот пока добежал, за нами ни погоня, ни стрельбы. Все прекратилось. Тихо. И я жду. А его нет и нет. Потом Василий Недаев две недели пробирался к партизанам, но так и не дошел. В одном из сел его обнаружили полицаи из местных и сдали в немецкую комендатуру. И уже в июле 42-го года Василий Алексеевич, подобно тысячам наших соотечественников, оказался на одной из ферм в Баварии. Там же в Баварии Василий Недаев встретил победу. Союзники американца помогли ему и другим работникам добраться до пункта сбора репатриантов. Но на родину в Чувашию Василий Алексеевич попал лишь спустя три года. Кому бы Василий Алексеевич не рассказывал свою историю, в ответ слышал одно. Да про вас книги писать нужно. А что вы думаете, есть такая книга? Ее написала жена Василия Недаева, чувашская писательница Зоя Нестерова. В этой книге описана вся жизнь, а вернее, судьба человека. Уже с завтрашнего дня в Чебоксарах заработают фонтаны, но по правилам испытания им устраивают накануне. Сегодня на заливе решили устроить показательный запуск для журналистов. Выдержали ли фонтаны такой экзамен и как вообще они просыпаются после зимней спячки, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Главный чебоксарский фонтан начинает свою работу в особой обстановке. Запуск по-настоящему торжественный. Но побывать на этой церемонии в первых рядах удалось только журналистам. После команды. Включаем фонтаны. Пишущая братья не скупилась на овации. Ура! Свидетелями пилотного в этом году запуска фонтанов стали и чебоксарские рыбаки. Хотя из-за шума они остались без улова. Мимо проходил просто, заметил, что фонтан включился. Интересно, да, красиво. Нижний, конечно, фонтан красивее, чем этот. Но где в городе еще найдешь такое место, чтобы отдохнуть, погулять. К звездному часу чебоксарские фонтаны коммунальщики готовили долго. Чтобы они бесперебойно работали все лето, ремонтировать их начинают уже зимой. Специалисты проводят тотальную ревизию, меняют насосы, прожекторы и трубы. Фонтан настраивают так, чтобы струя воды поднималась на высоту 35 метров. В этом году зимой мы провели ремонт обсадных труб фонтана в районе Печеского поля. Это очень большой объем работы. Этот фонтан был построен в 1999 году специалистами с уменьшением защиты. За это время трубы немножко получили деформацию. Мы в этом году их заменили на новые. Фонтанов в Чебоксарах станет больше. На площади универмага Шубашкар скоро планируют установить современную светодинамическую конструкцию. В этом году в столице Чувашии заработают 14 фонтанов. Правда, включать их будут только в праздники и выходные дни. Главный Чебоксарский фонтан на заливе в выходные будет работать дольше всех с 10 утра и до полуночи. Но скорректировать этот график может непогода. Его будут отключать только из-за дождей. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика. Фонтаны запустили, а вот пляжи купальному сезону еще только предстоит подготовить. Сегодня журналистам рассказали, как идут работы. В столице Чувашии купальный сезон традиционно открывают 1 июня. Однако, если май выдался теплым, не исключено, что в воду чебоксарцы полезут, не дожидаясь официального открытия. А значит, все пляжи должны быть подготовлены. Причем не только муниципальные, но и частные. Будут осуществлены работы по обследованию дна, очистка дна. Будут взяты пробы воды, песка. Проводится обучение, обязательно обучение спасателей. Моторых спасателей на этих пляжах. Количество спасателей и количество смен уже определены. Учеба уже идет. Сегодня стали известны имена победителей республиканского конкурса «Учитель года Чувашии». 26 специалистов бороли за звание сильнейших. Во время конкурса педагоги провели открытые занятия с детьми. Методические семинары, родительские собрания и классные часы. В итоге определились пять лауреатов. Кто стал «Учителем года» подробнее в нашем сюжете. На торжественной церемонии награждения участников конкурса «Интрига. Кто же станет лучшим» сохранялось до последнего. Педагоги следили за происходящим на сцене, затаив дыхание. Сначала объявили лауреатов и дипломантов. Человек только разносторонне одаленный может стать победителем этого конкурса. Разносторонне педагогически одаленный. Я хотел бы подчеркнуть. И слава богу, такие учителя у нас есть. И их много. И мне, как члену жюри, было очень сложно порой выбирать, потому что один другого был лучше. В конкурсе воспитателей в этом году было много дебютантов. Жюри в первую очередь оценивало опыт. Причем важен только не стаж работы. Имеют значение яркость подачи материала детям. Психолог Новочебоксарской гимназии номер 6 стала лауреатом конкурса в номинации «Педагог-психолог Года Чуваши-2014». Участвовать действительно сложно, потому что три абсолютно разноплановых конкурса. Достойные соперники, очень достойные соперники. Ну, по крайней мере, нужно было показать все свое профессиональное мастерство. Но это непросто. Сегодня назвали победителей сразу пяти республиканских конкурсов профессионального мастерства педагогов. Учитель Года, Воспитатель Года, Самый классный классный, Психолог Года и Социальный педагог. Учитель иностранных языков Новочебоксарской школы номер 5 Екатерина Владимирова, ставшая в итоге победителем номинации «Учитель Года», призналась, что опыт, полученный на конкурсе, бесценен. Теперь ее ученики могут без преувеличений говорить, что английскому их обучает лучший учитель в республике. Призеры получили денежные премии и дипломы. Главной наградой лучшим педагогам стала премия главы республики в размере 150 тысяч рублей Учителю Года, 100 тысяч рублей Воспитателю Года и по 50 тысяч рублей каждому победителям остальных номинаций. Олесь Русакова, Антон Вовк, Республика. 18 июня во второй раз в Самарской области стартует молодежный форум «Иволга». Из Чувашии туда отправится 90 человек. Всего участников ожидается около 2000. Для них организовано 8 тематических смен. В этом году участниками проекта также станут порядка 200 гостей из Китая, из числа которых будет сформирована отдельная международная смена. Как попасть на молодежный форум, нам рассказал замминистра образования и молодежной политики Сергей Кудряшов. Особое внимание уделяется смене культурно-лингвистической. Почему? Потому что здесь будут отобраны представители из Привозка федерального округа, которые хорошо знают китайский язык. И причем спланирована концепция этой смены таким образом, что, будем говорить, поровну 15 девушек и 15 юношек будут совместно проживать в одной палатке, то есть 15 представителей Привозка федерального округа, 15 студентов стороны Китайской народной республики. То же самое, что касается девушек. И поэтому здесь необходимо, чтобы стороны Привозка федерального округа студенты или аспиранты хорошо знали китайский язык на хорошем разговорном уровне, для того, чтобы наладить вот эту коммуникацию между нашими юношами и девушками и стороны китайской делегации. В прошлом году одобрение форума получило пять проектов из Чувашии. Им была оказана финансовая поддержка на республиканском уровне. Чтобы стать участником этого года, нужно зарегистрировать свой проект на сайте ivolgaforum.ru. Регистрация участников продлится до 13 мая. Приближается лето и каникулы. Детям об учебе уже не хочется и думать. Столько будущие абитуриенты и готовятся к вступительным экзаменам в ВУЗы и СУЗы. Однако такие экзамены скоро начнутся и в других учебных заведениях. Планируете отдать ребенка в школу искусств? Не пропустите следующий сюжет. Я же с вами прощаюсь. До встречи. Учащиеся из Чебоксарской детской школы искусств номер 4 – постоянные участники всевозможных конкурсов и фестивалей различных уровней. Дети в эту школу поступают с 6-летнего возраста. Мне самой нравится. Мне просто мама-музыкантка, она закончила консерваторию и я решила тоже как она стать. Мне вот нравится, ну тут играть. Всякие песенки играть. Ну это очень хорошая школа. Чебоксарская детская школа искусств номер 4 расположена на Южном посел. Более 370 детей ежегодно обучаются на фортепианом, вокальном, хоровом, народном, духовом, хореографическом и эстетическом отделениях. Здесь занимаются и слабовидящие дети. Разработали специальные программы для таких детей. Программа по фортепиано, программа сольное пение. И эти дети сегодня имеют возможность обучаться в нашей школе. На сегодняшний день 30 учеников учатся на хоровом, фортепианом, художественном и духовом отделениях. В школе объявлен набор на следующий учебный год. Конкурсные экзамены пройдут с 26 по 28 мая. Редактор субтитров А.Семкин